Здравствуйте! В эфире университетский хронограф и с вами его ведущая Анастасия Багрова. Наши студенты, как, впрочем, и все вокруг, радуются наступлению зимней поры. И не напрасно, ведь скоро Новый год, каникулы. Но прежде необходимо еще сдать все зачеты, контрольные работы, чтобы войти в Новый год без хвостов, с отличным настроением. Ну а сейчас самое время рассказать о некоторых важных событиях из студенческой жизни на уходящей неделе. Сегодня в выпуске. Непростая наука, лингвистика. Вместе мы преодолеем все. Ни шагу вперед, только назад. Такой вот у них девиз. Лингвистика 21 века. Традиции и перспективы. Так обозначена была тема конференции, которая состоялась на факультете иностранных языков и международной коммуникации. В ней участвовали видные ученые Твери и области. Был для проведения этой конференции и еще один повод. Рассказывает Ирина Иксанова. История факультета начинается с далекого 1941 года. И вот в эти дни 2021-го он празднует свое 80-летие. В программе празднования этого события и состоялась эта научно-практическая конференция. Лингвистика 21 века. Традиции и перспективы. С докладами выступили известные ученые-лингвисты. Президент Союза переводчиков России Ольга Юрьевна Иванова. Профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Ильич Карасик. А также профессор Московского государственного лингвистического университета Вера Анатольевна Пищальникова. Затем состоялись секционные заседания. Это две секции работают в сфере преподавания иностранных языков. Одна секция занимается проблемами перевода. Одна секция занимается проблемами в сфере психолингвистической тематики. И одна секция – это герменофитическая лингводидактика. Так что темы разнообразные, гости интересные, работа будет не менее интересна. Я ожидаю и уверена в этом. Участники конференции отмечали значимые достижения ученых, преподавателей, выпускников факультета за 80-летий, а также его перспективное будущее. Я хочу, чтобы факультет продолжал тот путь, очень серьезный, трудный, чрезвычайно путь противостояния поверхностному образованию. Вот у Тверского государственного университета и факультета, в частности, это получается. Они дают великолепное образование, основательное образование. И это позволяет надеяться, что наше образование будет поддерживать самые серьезные фундаментальные традиции. Так завершилась программа юбилейных мероприятий факультета, которые продемонстрировали и уровень самого университета. А к поздравлениям юбиляра присоединяемся и мы, Ирина Иксанова и Алексей Горобий. От лингвистической темы к делам волонтерским. В точке кипения ТВГУ, пространстве для коллективной работы, прошел фестиваль молодежных волонтерских инициатив. Здесь собрались добровольцы самых разных образовательных организаций, представители НКО и бизнеса, чтобы обсудить опыт участия в решении проблем помощи незащищенным слоям населения. Подробнее об этом в сюжете Анастасия Дмитренко. Фестиваль молодежных волонтерских инициатив «Мы вместе. Связь поколений» был приурочен к одним добровольцам. Более 150 участников из Твери и области смогли познакомиться с проектами Центра развития молодежных волонтерских программ ТВГУ. Узнать о различных направлениях волонтерства и повысить свою финансовую и психологическую грамотность. Сегодня мы провели занятия в рамках наших проектов «Волонтеры финансового просвещения, волонтеры-психологи», а также провели панельную сессию в рамках деятельности регионального клуба «Мы вместе». На проектах «Волонтеры-психологи» и «Волонтеры финансового просвещения» были проведены интерактивные лекции, тренинги, а также впервые игры, которые были разработаны нашими волонтерами. Формат взаимодействия на каждой площадке был оригинальным. Например, желающим предлагалось поучаствовать в финансовой игре «Всеобщее благо», где каждый мог поделиться своим мнением во время дискуссии волонтеров-медиков или же научиться чему-то новому в мастер-классе волонтеров-психологов. Как вести себя в ситуациях, как помочь людям в различных ситуациях. Вот, допустим, сейчас же пандемия, в настоящее время, и люди зачастую как бы впадают в депрессию. То есть, как им помочь, что сделать, куда обратиться, вот это все я сегодня узнал. А связь поколений, обозначенная в дивизии этого форума «Мы вместе» успешно реализуется в университетском центре волонтерских инициатив. Все больше людей так называемого «серебряного возраста» предлагают свою помощь. Поэтому здесь для них организуются занятия, консультации, чтобы деятельность эта была наиболее результативной. Безвозмездная помощь волонтеров тем, кто в ней нуждается, становится более разнообразной и эффективной. А это еще и потому, что мы вместе. Анастасия Дмитренко и Алексей Горобий для Универтв. А сейчас о спорте, в котором также необходимы и стремление к преодолению трудностей, и желание достичь задуманной цели. О том, как проявили себя наши студенты в очень престижных состязаниях, рассказывает Константин Шедло. В жизни наших студентов спорт всегда занимал и занимает важное место, что они постоянно доказывают на соревнованиях самого различного уровня. Так было и на этот раз. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Ахмерова проходили всероссийские состязания по перетягиванию каната и чемпионат Тверской области по армрестлингу. Давай, давай, давай! Свыше ста человек приняли участие в чемпионате по армрестлингу, в числе которых были студенты нашего университета. Чемпионат состоял из двух частей. Сначала проходило общее первенство, а уже потом спортсмены боролись за звание сильнейшего в своих категориях. И настрой хороший? Отличный. А как ты думаешь, какие у тебя будут результаты соревнований? Я надеюсь занять призовые места. А как ты вообще оцениваешь команду ТВГУ по армрестлингу? У нас хорошие, сильные девчонки, и я надеюсь, что мы все попадем в призы в той или иной категории. Надо всегда выглядеть угрожающе, чтобы сразу тебя боялись. Всероссийский турнир по притягиванию каната проходил под лозунгом «Не шагу вперед, только назад». В этих масштабных соревнованиях приняли участие спортсмены из самых разных уголков страны, в числе которых, конечно же, были и наши. Университет показал, что в этом виде спорта мы можем показать высокие результаты. Да, девушки из ТВГУ, они являются своего рода резервом основной сборной Тверской области. И у нас в том году студентка, даже две студентки ТВГУ. Это Захарова Юлия, филфак, и Смирнова Алина, это физико-математический факультет, стали бронзовыми призерами первенства мира. В том году Алина Смирнова чемпионкой России. В этом году она подтвердила свой статус. И сегодня на Кубке России участвовала команда девушек из ТВГУ. Показала хороший результат, заняла четвертое место, но уступила действительно сильнейшим командам России. Конечно, результат достойный. То требует немалых усилий от спортсменов. Но и учиться ребята успевают также успешно. А наблюдали за ходом соревнований Константин Шедло и Алексей Горобий. Мы тоже поздравляем ребят и желаем им новых побед не только в спорте, но и в учебе. А сейчас настало время встречи с проректором ТВГУ Натальей Сердитовой. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна. Надеемся, что и наступающая неделя принесет немало интересного. Здравствуйте, здравствуйте. В субботу 11 декабря в 17 часов театр-студия «Зеркало» всех приглашает в творческую гостиную на спектакль «Дядя Ваня». Во вторник и в среду студенты Тверского государственного университета примут участие в соревнованиях по шахматам в рамках универсиады Тверской области. Во вторник же пройдет творческий этап конкурса «Король университета». Пожелаем успеха нашим королям. 15 декабря в 16 часов начнется чемпионат ТВГУ по интеллектуальной игре «Рубикон». Будет проходить это в точке кипения Тверского государственного университета на улице Советской, дом 58. И в четверг, 16 декабря, в день освобождения города Калинина от фашистских захватчиков, мы будем презентовать проект «Истории забытых деревень» на историческом факультете. Всех ждем на наших мероприятиях. А порадует ли погода? Характер погоды в конце этой недели в нашем регионе определяет антициклон, область высокого атмосферного давления. Из синаптической точки зрения мы находимся на юго-западной периферии этого антициклона. Давление действительно выше нормы, 762 мм тутного столба, и таким останется до начала следующей недели. В субботу облачно с прояснениями, и прояснений будет довольно-таки много, поэтому мы увидим долгожданное солнышко. Осадков не предвидится. Температура воздуха в дневные часы в субботу еще минус 13-14 градусов днем и минус 15 ночью. Но вот эта вот холодная погодная аномалия начнет сокращаться уже в воскресенье. В воскресенье днем минус 3, ночью минус 7 градусов. В начале недели, в понедельник и вторник, в дневные часы температура воздуха минус 4 градуса, в ночные столбики термометров будут опускаться до минус 7-8 градусов. В воскресенье местами возможен небольшой снежок, но это кому как повезет, потому что осадки будут локального характера. Ветер юго-восточных направлений в начале недели стихнет до 3 метров в секунду. Всем удачи, хороших выходных. С вами Универ ТВ. Спасибо, Наталья Евгеньевна. А программа наша завершается. Увидимся с вами через неделю в это же время. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok